Всем привет! С вами Ира и канал Готовим с Любовью! Сегодня мы готовим вареники на постном заварном тесте. Сначала приготовим начинку для вареников. Нам нужны будут следующие продукты. 600 граммов очищенного картофеля. Картофель залила уже водой. 300 граммов куриной печени и 2 луковицы. Соль, перец добавляем по вкусу. Отвариваем в кастрюле картофель. Нарезаем лук кубиком. Я с вами делюсь рецептом постного теста. А начинку вы подбираете сами. Если вы держите пост, то можно приготовить и начинку с капусты, и начинку с картофеля без печенки с обжаренным луком. С начинкой можно экспериментировать. Или картофель с грибами, тоже вкусная начинка. На раскаленной сковороде с растительным маслом обжариваем лук. Беру 2 луковицы. Начинка вкуснее, когда лука побольше. Сразу же займемся куриной печени. Разрезаем ее на небольшие кусочки. Если есть жир или пленочки, отделяем, убираем их. Лук поджарился. Теперь добавляем печень. Куриную печень долго не готовим. Поджариваем вместе с луком. Добавляем соль, перец, специи по вкусу. Я добавляю только соль и перец. Картофель уже закипел. Посолили, поперчили. К картофелю добавляем соль. И отвариваем до готовности. Печенка готова. Как проверить, готова ли печеночка? Берем кусочек вот так. Разламываем, смотрим, внутри крови нет, все готово. Выключаем огонь, даем немножко остыть. Печенка с луком остыла. Теперь пюрирую ее погружным блендером. Теперь разминаем картофель. Немного водички, совсем чуть-чуть оставила на дне. Люблю такую начинку. Картофель с печенкой, с луком вкуснее не придумаешь. Теперь перекладываем печенку, пюрированную картофелю. И еще раз все вместе разминаем. Пробуем начинку на соль. Если нужно, добавляем соль, черный молотый перец. Готовим заварное тесто. Нам нужны будут следующие продукты. Полкилограмма муки, 250 миллилитров кипятка, 3 столовые ложки растительного масла и 1 чайная ложка соли с горкой. Значит, сначала мы сразу же наливаем кипяток. Вот только закипела вода. 250 миллилитров кипяток. Значит, растительное масло выливаем в муку. Соль высыпаем. И сразу же выливаем кипяток. Сначала вымешиваем тесто ложкой. Так как вода очень горячая, и масса у нас тоже горячая. Немножко горячо. Но я уже привыкла. Это постное заварное тесто. Отлично подойдет для вареников, для пельменей. Начинку вы можете придумать также постную. Мы пост не держим. Можете сделать картофель с грибами или картофель с луком. Тесто уже соединили в один ком. Теперь вымешиваем на твердой поверхности на столе. Вы должны понимать, что мука уже нам не понадобится. Тесто эластичное. С ним легко работать. Смотрите. Тесто готово. Берем полиэтиленовый пакетик, перекладываем в пакет и оставляем наше тесто отдохнуть на полчаса. Начинку нужно охладить до комнатной температуры. Через полчаса достаем тесто с пакета. Отрываем небольшую часть. Остаток теста кладем в пакет, чтобы тесто не заветривалось. Это очень важно. Смотрите. Разминаем тесто руками сначала. А потом уже скалкой берем и раскатываем в тонкий пласт. С этим тестом очень удобно работать. Оно не прилипает к столу. Достаточно тонко раскатываем. Кстати, это тесто при замораживании не трескается. Теперь берем рюмочку и выдавливаем кружочки. Начинка у нас готова. Осталось теперь только налепить. Остатки теста убрали. Теперь берем начинку. Картофель с печенью уже остыла. И теперь лепим вареник. Без муки, без ничего. Не вмокаем пальцы никуда. Защипываем края. Хорошенько, чтобы у нас они не развалились. При отваривании. И теперь вперед с песней. Включаем музыку. Включаем фильм. Кто как любит лепить вареники. И занимаемся. Вареников получается достаточно много. Я обычно звоню маме, сестре. Разговариваю на громкой связи. А сама занимаюсь делом. Два в одном. Совмещаю приятное с полезным. Вареники готовы. Их можно замораживать. Они не трескаются. Можно сразу отваривать. Желаю всем удачного приготовления. И хорошего настроения на целый день. Готовьте вместе со мной. Вареники отвариваем в подсоленной воде. И смотрите, ни один не разварился. Видите? Вареники кипят ровно 4 минуты. Этого достаточно. Теперь вареники достаем в миску. В миске у нас масло. Вкуснота! Ни один не разварился вареник. Смотрите, аккуратные, красивые. Ну что, будем дегустировать вареники? Да! Давайте, давайте, пробуем. Вкусные. Мама, я тоже. Берем. Вареники на заварном тесте очень нежные. Вкусные. Да. Викусь, понравились, да? Угу. С вами была Ира. И канал Готовим с любовью. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...